Субтитры создавал DimaTorzok 1 из вот так вот растет в корзине на подвесе он большой на самом деле реально большой вот такой это дендрогенфлюенопсис я его повесила другую страну чтобы он немножечко выпрямился в смысле другой стороной к солнечному свету потому что здесь солнце и вот вот так вот он растет на подвесе здесь ему нравится это мини образец он растет в ширину не в высоту здравствуйте друзья и подписчики моего канала у меня поступил вопрос как вы ухаживаете за дендрофаленопсисами сейчас показываю один из дендрогов который расцвел такой красивый я снимаю боком потому что у меня сзади находится еще один стеллаж вот такой красивый цветулечек но что я хочу сказать он бариода расцветает красиво здесь вот белый дендрофаленопсис будет снежный что-то там такой ком по моему который был на выставке в на юнатов что я хочу сказать по уходу как бы это банально не звучало я за ними совсем не ухаживаю на в том плане что они вот у меня стоят на нижней полке этого белого стеллажа и я их стараюсь общение не колыхать не трогать кстати вот он анаконда расцвела вот так вот красиво такая вот красивая анаконда на здесь вот тоже на подвесе я их не колыхаю не трогаю не переставляю им здесь очень хорошо когда открывается форточка сюда идет поток прохладного воздуха они это очень любят на полив я произвожу спринцовкой по мере испарение воды из кашпо вот видите да вода находится то есть я наливаю как обычно автополив у меня у всех орхидей все орхидеи у меня живут на автополиве как я только вижу что уровень сильно опускается ниже внутреннего горшка арты если вот ну вот арты в частности да ниже уровня керамзита я просто спринцовкой по кругу подливаю водичку один раз в месяц я их удобряю вот таким вот органоминеральным удобрением и опять же это не по каким-то определенным числом а ну вот ну примерно один раз в месяц развожу по инструкции и тоже также спранцовкой прохожусь и подливаю пролезая в этих зарослях да вот так вот спранцовкой все дело удобряю что я хочу сказать все они меня радуют замечательные замечательные растения вон какие корни у них отличные они в принципе молодые но как молодые кому-то пять лет кому-то три года кому-то год но вот например вот смотрите какой красивый образец вот этот вот да это сортовой дендрик называется леди пинк от 19 года до так и вот вот этот вот был куплен малышом в торф и стакане сейчас я постараюсь а вот же у меня название есть это дендробиум но порн очень красивый вот так вот он подрос замечательно здесь вот я освободила местечко вот на месте удобрения у меня приехали малыши дендробиум и сортовые и об этом будет видео сегодня буду снимать в общем вот так вот красавчики всем дружно здесь стоят по поводу желтень и листьев он видите вон желтый лист это такая значит как бы я сказала тенденция до их то есть они на старых бульбах отсушивают листья листья дергать не надо пока они сами не отвалится ничего в этом страшного нет у меня вообще один дендробиум он стоит касались какой пятнистый да это у него не заболевание это я их прошлым летом душевала и видимо осталась вода и у него вот такие вот вот листья душеванием один раз в год я их мой они ведь и чистые они такое впечатление что сами себя моют то есть них листья блестящие в отличие от о какой красивый в отличие от фаленопсисов да обычно которые пылятся эти как будто бы сами себя очищают у них все листики чистые все красивые так что я не усердствую и еще раз повторюсь я не трогаю их они живут вот сами по себе да конечно я вот что-то такое если я вижу что происходит загустение какое-то кто-то мешает друг другу то я меняю местами но в основном еще раз повторюсь я стараюсь их не трогать не крутить на подоконниках они у меня росли некоторые на подоконнике они расти не хотят то есть у них происходят какие-то изменения не очень приятные для них там начинается у них и листики сильно желтят вот им нравится под досветка жить в прохладном таком уголочке вот по-моему я на ваш вопрос ответила как я ухаживаю за за своими дендробиумы маме это я покажу немножечко вот покажу чуть-чуть что у меня здесь нацвело красоты это джунгли малыш расцвел вот так вот красиво еще расскажу мне не очень удобно но обзор моих цветущих фаленопсисов я непременно сниму как только у меня появится свободное время там вот у меня наверху расцвели красавица это конечно надо без света снимать потому что вот видите да сами что происходит мини фермер моргает и мини фермер мне спалила эта лампа в отличие от униель очень греется и спалил не цветоносу май bright май пострадала ну вот дорогие мои так что еще раз покажу как у меня они находятся вот видите ну стеллаж вот этот белый да здесь у меня получается четыре уровня вот четыре уровня тот самый теплый уровень потому что под потолком это второй уровень это третий уровень и на четвертом самом нижнем уровне вот издалека как раз покажу но это не основная часть коллекции потому что у меня помимо дендрофаленопсисов вы знаете есть еще и дендробиумы которые растут у меня на работе потому что им там больше места здесь просто не влезает но зато они там радуют окружающих вот дорогие мои так что надеюсь моя информация может быть и не полезно и может быть вы что-то ожидали такое необыкновенное но вот все очень легко и просто главное их не колыхать не трогать создать им извиняюсь перепад температур день-ночь то есть ночи должно быть прохладно еще раз повторюсь я приоткрываю форточку и на них идет прохладный воздух ночью вот так что думаю я сказала информацию которую имею на сегодняшний день всем вам желаю здоровья вам и вашим растениям солнце в душе и на небе всех благ до свидания всегда вашим бокова наташа